Рынок труда, спорт, работа с молодёжью – эти и многие другие темы обсудили на штабе по комплексному развитию региона. Руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Егор Иванов рассказал о ситуации с занятостью. За 2022 год переучили более 2000 человек. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Обучали и за счёт квот из соседних регионов. Ульяновцы в том числе оформляют соцконтракты на поиск работы. Топ популярных профессий уже известен. Это специалисты в IT-сфере. Куда от этого деться? Это кулинария, ногтевой сервис и так далее. То есть это всё, что необходимо для самозанятости. Спортивная жизнь Ульяновска кипит. Особенно в преддверии четверть финала Кубка России по футболу. Спортивный манеж на улице Шолмова достраивается. Дворец боевых искусств в Александровском парке тоже доводит до ума. Следующий крупный обед, который мы будем открывать тоже в этом году, скорее всего, это будет июнь месяц. Это дворец борьбы, где будет размещено два ковра, где будут размещены зрительские трибуны. То есть это позволяет нам проводить соревнования уровня привозки федерального округа. Столетний юбилей клуба «Динамо» тоже планируют отметить с размахом. Спортсмены уже готовятся к международным и межрегиональным соревнованиям. А самые активные представители молодёжи готовы отпраздновать Татьянин день или же день студента. Также хочется отметить то, что на территории Ульяновской области завтра будет подписание соглашения в Ульяновском техникуме экономики и право по открытию студенческого клуба Российского союза молодёжи, презентация регионального центра «Профи», подведение итогов первого конкурса лучших практик студенческих организаций, профессиональных образовательных организаций Ульяновской области. Бодрые отчёты о достижениях сменялись и обсуждением проблем насущных. Например, музыканты симфонического оркестра замерзают на репетициях в Ленинском мемориале. Об этом руководство Минкульта узнало из новостей интернет-портала. До публикации из симфонического оркестра в министерство не обращались ни артисты, ни художественное руководство оркестра. После вестей о дискомфорте симфонистов в Минкульте решили перенести репетиции в ДК «Руслан» в Новом городе. Крупные инструменты, виолончели, контрабасы перевезли. Пока что инженерные сети мемориала будут проверять эксперты. Им предстоит выявить причину сбоя температурного режима. А Алексей Русских на совещании распорядился вернуть музыкантов в центр города, например, во дворец губернаторский. Обсудили и состояние домов для детей-сирот. Глава региона недоволен тем, что жильё строят на окраинах города и в отдалённых районах области. Необходимо в дальнейшем учитывать мнение самих детей-сирот, где они хотят проживать. И не селить их на выселках. То, получается, картонных домиков настроили, они сейчас пустуют, и один негатив получаем, и проблема не решается. Низкосортные дома для детей, обделённых родительской любовью, выросли примерно в 2018 году. Это и постройки в Меликевском районе, и в Большом Нагадкино. Губернатор поручил ответственно относиться к строительству, возводить дома преимущественно в Ульяновске и Димитровграде, и из материалов, которые не развалятся через пару лет. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.